Шатен среднего роста, с густыми усами и короткой бородой. На мужчине темный деловой костюм, белая рубашка с галстуком, в руке портфель. Узнать цвет волос главного героя пьесы, понять, какая деталь украшает его костюм, оценить, не переигрывает ли актер. Такие театральные тонкости теперь доступны незрячим людям. А все благодаря специальному оборудованию, передающему тифлокомментарии, то есть аудио, описание происходящего на сцене. Заранее подготовленные тифлокомментарии озвучиваются в живую, в реальном режиме времени, здесь и сейчас. Живые актеры, живая я, живая аудитория, которая воспринимает все посредством радиопередатчика. Адаптировать спектакли для зрителей с особыми возможностями здоровья получилось благодаря победе молодежного театра «Алтая» в грантовом конкурсе программы поддержки людей с нарушением зрения. Театру выделили оборудование, мобильный передатчик и 20 аудиоприемников. Безусловно, идет работа с целевой аудиторией, потому что есть сообщества и места, где эти люди собираются, через которые удобно их оповестить, пригласить. Зрители к нам приходят разные, умение работать персоналу, оно просто необходимо. Поэтому, в общем-то, периодически мы всегда проводим какой-то инструктаж, из центральной зоны начинается встреча, и дальше они помогают, провожают зрительный зал, рассказывают, где их места. Ну, в общем, полностью сопровождение. Для работы тифлокомментатора сделали специальную кабину с шумоизоляцией, чтобы звуковые титры не мешали другим зрителям. Она расположена на балконе, откуда можно наблюдать за всем происходящим. Он делает разминку, перемещается по кругу. Матиас выходит из машины, делает пластичные движения, поочередно машет руками над головой. Некоторые спектакли, они с большим числом декораций, с большими паузами. И там, где танцы, где проходит какая-нибудь пластика, ты чуть больше работаешь и выкладываешься. На самом деле нет таких спектаклей, которые не нужно или нельзя было писать. Тифлокомментарии появились у спектакля «Временно недоступен», «Крахмальная 92», «Когда я снова стану маленьким» и «Вандербой». Для них театр также выпустил программки на рельеф на точечном шрифте. Уже с этой осени люди с нарушениями зрения смогут побывать на самых востребованных постановках молодежного театра Алтая. Мария Мацаев, Алексей Фризин. День с толком.